старообрядческая схема придумали очень давно задняя нога носки топ это между булочная дистанция то есть как будто ты хочешь закусить ее колени давишь в стороны ножками поднимаешь и давишь колени в сторону я не смокинь на месте поминь в нем пола стоп это рейтинг на расходе и ел антарады с вот спид и геймс как ала внук воду в руке и кэлла и в бирже вот и супермен на пол синий бейтер фоник сомнений бак сетчет мобом перфорти на пол пелом и не статус сироп в маном оба мать м Ребят, всем огромный привет, с вами Серега Стилов, это новая серия Стилов Дэйли, добро пожаловать в наши ежедневные видосы, ставьте лайк, авансы в серийке прямо сейчас, и мы начинаем. И сегодня я снова начинаю свой день в зале, тренируюсь сегодня с Димой Зевсом, просто монстр. Тренировка уже прошла, как вы видели, таймлапсы все, я сегодня не особо устал, у нас заключение было с прыжками. А что ты убрал свой свисток? Я хотел так, что ты настоящий тренер со свистком, нормально ли у тебя свисток, я хотел сказать, чисто гоняет меня тут. Настоящего тренера таймер, да, у нас пара конвектоман, да это мне подложили просто, не обращайся внимания, поддержать, я понял. Короче, мы нормально сегодня позанимались, сегодня была на что тренировка вообще? Да, нижние брювна немножко, да, всликнуть. На силу духа? На силу духа, терпение, и мы попробовали старобряческое движение, тяга Джефферсона, это всем знакомое движение для силачей старой школы, то есть его придумали еще задолго до того, как землю признали круглой, да вы все увидите, это очень прикольное движение. Уже видели, да, можно сказать. Футбольные события только с промокодом «Стилов» и 2 апреля, английская премьера лига, 19-30, Матчестер Юнайтед, Лестер. У One X самые высокие кайфы, простейшая регистрация и, конечно же, моментальный вывод на множество платежных систем. «Стилочка» в закрепленном коменте промокод «Стилов». Самое главное, чтобы еще у вас было сильное ядро. Вся ваша сила, да, вот эта вот. Вуза, что ли? Вся сила идет от ядра к конечностям. Будет крепкий корпус, будут крепкие ручки, поэтому была еще планочка сегодня. Ты, кстати, если честно, Дим, ты не очень похож на качка. Так у нас другая философия. Ну да, вот объясни, объясни. Судя по залу, вы, наверное, тоже догадались, чем вообще тут занимаемся, как бы я, в свою очередь, пропагандирую больше атлетизм. Это такое прикладное направление функционального тренинга, при котором вы становитесь полезными в быту, то есть в своей жизни. Помимо вашей эстетики, больших объемов и так далее, вы должны еще хорошо пробежать, хорошо проплыть, хорошо что-то поднять, нестандартное поднять и принимать очень быстрое решение для этого. Поэтому мы здесь занимаемся для многих всякой разной ерундой. Многим кажется, что мы здесь занимаемся какой-то ересью. Но это очень ересь эффективная и она в быту полезная. Вот что нам важно. Многие говорят, ну что ты каждый день стиральные машинки носишь или что ты там от собак убегаешь каждый день? Конечно же нет, но если вы будете готовы к этому в единицу времени прямо сейчас и не обосретесь, то вот и суть вашего тренинга. Плюс параллельно как бы вы развиваете свои качества, способности, навыки и при этом не обладаете какими-то большими объемами. У нас такая большая философия. То есть мы не гонимся за объемами, за рельефами, не хотим становиться качками, большими дядями, но при этом хотим много поднимать и выглядеть незаметно в потоке. Вот он, посыл, ребята, вы услышали. На самом деле у Димы там нормальные мышцы, я видел как-то, как он занимался. Они чуть-чуть есть, да. Они реально... Да не чуть-чуть есть, они нормальные есть. Я побольше выгляжу в том, что у меня еще балахон там под этим надел, знаешь, для объема накидывал. Поэтому вот такая у нас тренировка. Мне они очень нравятся, реально вкатывают. Здесь особая атмосфера. Это не скучно. Да, не скучно вообще ни разу. В чем я занимаюсь, как вы поняли, с разными ребятами. То есть я и с Гогой занимался, он сейчас на каникулах. Есть еще Дима-тренер, тоже с ним занимаюсь. И вот тоже с Димой занимаюсь. У всех немного свой подход. Это и хорошо. Ну, мне Гога сказал, что ок, занимайся с разными ребятами. Главное, чтобы был движ, а не профессионалы своего дела. Поэтому он спокоен. И я тоже спокоен, что меня кто-то направляет. Потому что упражнения вроде видите, да, вроде упражнения. А на самом деле у него есть очень много нюансов. Как поставить ногу, как поставить колено, как вывенуть ногу, как там сделать спину. Ну, спину, я понимаю, что всегда практически спина должна быть прогнута. Да, он должен садиться ровненько спиной. Уронил телефон с ровной спиной. Сел на толка с ровной спиной. Слушай, я в гараже что-то поднимаю тяжелое. И я такой, оп, так, ровная спина. И на самом деле это, конечно же, ну, избавляет нагрузку или что-то типа того. Ну, это, во-первых, распределяет нагрузку. Распределяет, да, вот. По всем плоскостям и углам. И потому что наша биомеханика так, ну, мы так созданы. Вот, вообще есть даже бытует мнение, что человек почему очень часто испытывает проблемы, да, не тренирующийся с коленными суставами, там, с позвоночником и так далее, что мы изначально не прямоходящие. Это есть такое мнение, то есть это не утверждение, чтобы вы понимали. Закидают меня саленблоками. Дело все в том, что если мы не тренируемся и не поддерживаем нашу ось по тонусу, то мы начинаем постоянно испытывать дискомфорт. Поэтому, по идее, мы должны на четвереньках двигаться, и наша биомеханика создана для этого. И наша задача противодействовать этому, укреплять себя и приучать себя к вертикальному положению. Чтобы быть не собакой с тулой. Чтобы не сыпаться, да, чтобы вы к 35 годам не испытывали кучу проблем, особенно у кого есть расположенности генетические. Поэтому все-таки здоровье, в первую очередь, это самое важное. Вот, мы Серегу здесь сильно не гоняем, он занимается в кайф, пока не разламывается, не рассыпается, связки суставы на месте. Мы тоже, поднимая разные снаряды разными способами, это камни, рельсы тяжелые, гири, разного рода неудобные снаряды, все у нас нормально, со связками, с позвоночниками. То есть, это потихоньку, да, потому что все? Поэтапно. Чтобы вы понимали, там до этого еще огромный бэкграунд. То есть, для новичка не нужно пытаться поднять гирю 7-2 над головой, если ты до этого 3 месяца там позанимался пауэрлифтингом. Ты к этому не готов. То есть, в этом и суть. Постепенно, постепенно повышать веса. То есть, все, что вы видите, все вот эти нестандартные, сраные движения, корявые, для вас не понимающие, у этого всего есть большая база. И поэтому мы что-то можем сделать. Но, например, Сереге мы это движение не даем, потому что он к этому не готов. Пока рано, пока рано. Ну, у меня, кстати, от трения до трения такие разные чувства, потому что иногда, то есть, я реально настолько прям усталый, прям люто вообще. Не могу ходить, говорить. А иногда прям вот как бы, ну, в моменте устаю, естественно, в подходах, а сейчас вот чувствую себя вообще отлично. Но ты как-то, я пришел, ты как-то сказал, сегодня мы тебя что-то разнесем или что-то такое. Да, размотаем, было такое. То есть, для поддержания боевого духа, для, как бы, чтобы болт стоял и деньги были, иногда нужно входить в стресс. То есть, тренировки не должны быть всегда комфортные, они не всегда также должны быть угнетающие у вас. То есть, вы не должны заставлять себя идти в зал, вы должны получать удовольствие от процесса, иначе это превратится в рутину, и это не даст свои плоды, как и во всем остальном в этом мире. Поэтому, если у вас сегодня настроение лютое, кайф, поподнимать, повзрываться, делайте. Если у вас не стоит на тренировку, ее вы должны осуществить, ну и снизить объем, интенсивность, веса и так далее. Лучше хоть какая-то физкультура, чем полное бездействие. Чем ничего, да? Поэтому, если у вас стоит выбор, поваляться на диване, либо просто поделать легкую физкультуру, неважно, поплавать, побегать, покататься на велике, подкачать сисечки, идите и сделайте это. И вот только тогда у вас будет результат. Вот такой небольшой ликбез по тренировкам, ребят. Будут иногда такие включения, потому что, я знаю, хоть вы все любите автомобили, мы тоже, кстати, Дима тоже любит автомобили вообще. Когда-нибудь увидим, кто-нибудь. Да. Но я знаю, что многие также любят и спорт. И, как мне кажется, это реально очень доступная дисциплина, которой может приобщиться каждый. Для этого не нужны какие-то большие бюджеты, резина, там, дорогие автомобили и так далее. И также можно тоже кайфовать от процесса тем, что ты занимаешься, тем, что ты в тусовке какой-то некой. Я там только вливаюсь, там, познакомился с ребятами, общаемся, находим общие темы. В общем, крутая движуха. Буду иногда вас в нее посвящать. И, конечно же, спрашивать советов вот таких, например, людей. Вот, как Дима. Потом еще у кого-нибудь спрошу. Ну, вы поняли, я думаю, посыл. Все вообще очень предельно объяснили. Тренировка прошла. После этого, конечно же, поел. Зарядился, так сказать, белками-углеводами. И сейчас я направляюсь к Вите Кастом. Он вчера мне скинул фотки, что додел крепление бака. Очень хочется его посмотреть вживую и обсудить дальнейший план работы. Поэтому буквально небольшие вставки будут с СССом, потому что хотел лично наблюдать за всем процессом. Ну и, конечно же, важная задача показывать это все в свой видеоблог. И, кстати, кому интересно инфу узнавать впервее всех, подписывайтесь смело на телегу. Там очень часто все самое свежее. Я добрался до Вити. Вить, здорово. Снова привет. Ежедневные Витя Кастом с блоги у нас. На самом деле, здесь есть что показать, как я уже сказал. Во-первых, начнем с того, что, видите, все отверстия заварены. Все по красоте. Ну и самое главное, то, что бак на месте. Крепление бака полностью сделано. И также сделано перенос радиатора назад. Ну, как перенос. Все крепление радиатора сзади сделано. Причем оно сделано тоже по-умному. Мы все рассуждали, чтобы одно за другое не цеплялось. И при каких-то крэшах радиатор не уезжал, не тянул за собой там все остальное. В общем, это вот так реализовано. Обратите внимание именно на крепление бака. Вот сделано через закладную сюда на стакан. Две таких распорки с одной стороны. С той стороны точно так же. И вокруг него вот такая рамка, которая, собственно, и крепит этот бак. Повторюсь, что это я видел, так делают именно в радиуме, в фуэлсейве. В Америке, в Японии везде так делают. Вот эти баки, у которых установка именно такая. Их кладут вот в такую рамку. Либо какой-то еще один короб делают. Ну, короб здесь не нужен, потому что он так как бы есть. Поэтому здесь рамка. Далее у нас крепление бака. Тоже все сделано по уму. Вот здесь идет такая типа дуга. На Лавре, кстати, так же сделано. Типа того. По-моему, да. Я, кстати, на всех машинах стараюсь примерно одинаково одевать. Нормальная система такая. Там просверленное отверстие, просто вставляется парадик на штырьки просто. Так же сверху. То есть здесь он прикручен, здесь просто сверху надевается. Еще будет просверленное по отверстию в каждом. И будешь принтики, чтобы, если что, он просто не слетал. Вообще не должен слетать, но все равно на всякий случай. На Лавре не слетал. В общем, да, здесь, что самое главное, это не башбар. Это конструкция чисто для радиатора. То есть у нас еще будет башбар сзади, который не зависеть будет от радиатора. Ни в коем случае нельзя радиатор вешать на какой-то несущий башбар, который может получить и радиатор съедет. Даже если здесь что-то съедет, например, вот досюда, то в любом случае это не затронет бак. Потому что это алюминий, да? Да. Ну и скорее всего алюминий погнется. Потому что вот это погнуть, надо приложить большие усилия. Ну и да, вот как Витя объяснил, вот такие еще крепления радиатора сверху. Вот так они сделаны, тоже все аккуратно. Они идут от крепления бака. В общем, все супер аккуратно, красиво. Это будет, кстати, на виду. Поэтому, когда это будет все в едином цвете, я думаю, смотреться будет шикарно. Также мы сейчас обсуждали, как делать трубки под охлаждение. Я говорил, что не хочу здесь делать гофрошланги, потому что для них надо делать отдельный короб. Мы пустим алюминиевые трубки под охлаждение прямо вдоль лонжеронов, получается, с противоположной стороны водителя. Здесь это, получается, будет с правой стороны. Ну и обсудили все, как это сделать. Обязательно в дальнейшем, когда уже Витя будет это делать, я все вам покажу, объясню, почему так. Еще появились закладные под задник как раз, ну назовем его башбаром. Вот такие тут тоже прикольные вещи. Потом обязательно, когда все будет готово, расскажу, покажу, почему вот именно вот такие крепежи. Сейчас еще накинем крыло, так просто хотя бы примерить, как это смотрится. Видите, какой маленький багажник, ну сам багажник у SX, то есть вот всего лишь-то чуть-чуть. У Лавры это вот так вот просто было. Ну вот так это будет смотреться, расширения мега-гигантские, мне они очень нравятся, реально агрессивные. Кстати, запас для Киззевола получается, ну вот, небольшой, вот такой вот он. Да, здесь надо будет аккуратней с блоками. Так, а я подоспел в механику, СПБ, на Софийской, мое любимое местечко. Привез кардан, точнее фланец кардана 154-й. Кстати, если есть у кого такие, может кто-то задонатит или там продаст недорого, то куплю, мне еще парочку надо. Это фланец 154-й, автоматный, МТшный, все подходит. Сейчас будем делать запасной кардан на Сильвию. Макс, здорово, принес тебе бонусы. Все, кардан в работе, я думаю, через неделю уже будет готов. Не знаю, через сколько выезд сливы, конечно, намечается. Явно ее красить будет больше, чем в неделю. Но это мы уже дальше посмотрим, все вам, естественно, расскажу. И вообще там еще сначала кузовные работы над выпрямлением кузовни. А потом только получается уже покраска сама вся. Я примчал Lucky Station, Семен, привет. Расскажи, пожалуйста, что тут со сливой. Возвращаем ее к первозданному виду. Она на ИРК, теперь они работают. Так по мелочи обслуживаем. Там маслопомойку сливаем, где течи замываем, устраняем, смотрим. Поставили коробку, нужно отрегулировать сцепление. Да и в целом все. Самое главное это то, что стойки вернули на место. Высоту мы еще подрегулируем чуть попозже, когда машина будет открашена, на ней будут стоять диски. И как раз таки там мы отрегулируем высоту. Еще шаровые тебя поменяли. А, еще шаровые, да, две в итоге. И нам нужно пару проводков переключить по ИРКПам, потому что когда ставили размыкатель, ИРКПы у нас были неактивные, они подключены мимо размыкателя. А сейчас нужно будет их дотянуть до туда, чтобы все выключалось. Ты передние фары, я надеюсь, штатные вернешь на место. Ну да, 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 передние фары придется вернуть. Дорогие, красивые. Задний фонарь тоже надо будет заменить. Я искал в продаже, два таких не нашел. Но у меня есть такие два, так что один пойдет сюда. По кузову я уже говорил, что ее будут делать. Ливрею снимем. Я думаю, все будет отлично. Тут суперудобные крепления, да? Все, везде можно подлезть. В целом норм. О, как все запылилось. Надо будет помыть. Так, Кирилл мне тут протягивает подвеску и все, что с ней связано. Потому что на сливе я в крайний раз катался в том году. Не помню даже, что это было за мероприятие или просто тренировка. Скорее всего, просто тренировка. На СДЧ в этом году я на ней не поехал. Я думаю, это хорошо. Тут такой перекособоченный маслорадик. Точнее, это видеокарта. Жесть, выглядит, конечно. Спек тут максимально простой. Сто раз рассказывал. Нижний стоковый рычаг R33. Кулак. Дрифтворкс копия. И Теншн. Кстати, эта четырка, оказывается, Зенки, а не Каоки. Я в прошлый раз, ну, не понял. Потому что только фары ее здесь будут выделять. А, еще и капот. Да, точно. Короче, это Дори ставил морда. Вот вам фотки, как выглядят Зенки. Сильвес-14. Здесь на нее сделали проводку уже моторную полностью. Вот Андрей сказал. Вот так вот все красиво. В лучших традициях. Все подписано. Все спортивно. В оплетке. С разъемами. Дойч. Выглядит хорошо, добротно. Также здесь будут силовую косу делать еще. Это у нас генератор, стартер, аккумулятор. Ну, грубо говоря. Салонную пока не буду делать, сказали. Уют присутствует, мне кажется. Мы решили помыть сливу, на самом деле. Потому что она очень пыльная. Да, хотя пусть чистая стоит. Ждет малярки. Пока слива моется, загнали Лавра на ее место. Сейчас будут смотреть всю подвеску, протягивать. И я так понимаю, в ближайшее время заменят прокладку клапанной крышки. Вроде как все. Просто прошло 7 минут и машина готова. Отлично. Чистая слива это гуд. Так, а я следом загнал тундру, потому что тут у Константина на мойке фиг прорвешься. Я со вчера жду. Я реально вчера записывался. Но сейчас удалось загнать сразу две машины под шумок. Поэтому тундру отмоем. Я надеюсь, что завтра у нас будет такая же хорошая погода, как и сегодня. Все, ливреи уже отваливаются. Капец. В общем, я не удержался. Выехал проехать чисто туда-обратно. На сливе. Класс. Кстати, по стойкам вообще нормально едет. Да. Класс. Как говорится, нет слов, одни эмоции. Westlake еще сзади. Асфальт холодный, но не прогретый. Сразу скользит просто с малейшего газа. Надо сливе сделать хлопки. Мне этого не хватает. Руль что-то трясется. Я не знаю, что. Ну и особо фол не жал, потому что бензо вообще там мало. Здесь, конечно, не хватает спецэффектов. Газ нажал, фара включилась. Надо еще подключить этот датчик. Он не подключен. Так, у нас Лаврентий на подъемнике. Сейчас Кирилл тут его посмотрел. Что надо по нему сделать? Мы сейчас сделаем самые необходимые вещи. Устраним течь антифриза. Она есть здесь. Причем раньше она тоже была. Ну, вроде ее устраняли, но она снова появилась. В коробке здесь немножко кидает масло. Вот прям оттуда. Но здесь мы делать ничего не будем. Видите, у меня кардан такой немного короткий. Далее. Вон там есть течь антифриза. Но там, скорее всего, хомут просто. Здесь небольшая течь масла есть со слива, с турбины. Тоже нам надо или хомут, или, может, прокладку поменять. Посмотрят. Вот эта шаровая пришла в негодность. Ее тоже надо будет заменить. Причем мы, по-моему, меняли вон ту шаровую как раз таки. Вот эта старая. Ну и поменять прокладки клапанных крышек. Так, в целом, все. Ничего такого криминального нет. А, еще хомутов нету на приводах. Вот здесь хомута нету. Вот здесь хомут просто проворачивается. Здесь тоже заменить. И здесь хомута нету. Надо поставить обязательно, потому что привода очень редкие. И лишаться их не хотелось бы. Врывайся в спорт вместе с промокодом STIL. Получай до 25 тысяч для новых игроков. Досматривай этот видос и вперед. Семен, надо на сливе будет от стрела сделать. Да, да, хорошо. Какие-нибудь такие. Ну, чтобы не сломали мотор только. Только давай никакой же ты раз. Хорошо. Надо РБ поставить. А он хорошо, да, с отстрелами дружит? Ну, у меня на стаге с антилагом, с отстрелами вообще никаких проблем с ним не было. Причем на стоке вообще. Я понял. Ладно, пока. Ты домой. Да, поеду. Погазуешь? Ладно, не прогрет. А, ну ладно. Здесь очень громкий выхлоп. Не, не очень. Ну, по-моему, очень. Я видел, как ты в городе наваливал, было громко. Ну, мне тоже все говорят, что громкий, но у меня тут панка стоит. Можно еще громче. Ну, я понял, но он громкий. Холодный пуск. Малана Ильинеев. Не, ну так-то тихо, конечно. Ротор содрогается. Как вам Mazda RX-8? Нравится? Красивая машина, симпатичная. Так, я вернулся к тундре. Буквально 30-40 минут она готова. Полностью чистая. Хорошо смотрится. Зашел к Семену. Сейчас загружу стойки. Старые от сливы. Ну, как старые. Это простойки. BC Racing. Самые лютые с бачками. Их надо отмыть. Я буду ждать своего часа. Выгрузил я стойки в гараже. Просто снег валит. Я только помыл тундру. Надо быстрее ехать. Ребят, на этом наш ролик подходит к концу. Спасибо, что вы посмотрели. Огромный респект тем, кто взбодрил его лайком. Также подписывайтесь на телегу. Вот она, собственно. Там много информации. Вот кто еще не переходил. Вот просто перейдите, посмотрите. Я думаю, вы не пожалеете, что это сделали. Ну и, конечно же, подписывайтесь на группу ВК. Там более техническая такая информация. Стараюсь туда нагружать. Ну и с вами был Серега Стилов. Строите тачки, тренируйтесь. И до новых встреч. Нет, все-таки мойка потрачена. Блин, все мокрое. Субтитры сделал DimaTorzok